Доброго утра вторника! Ко вам, дорогие телезрители! Здравствуйте! Вы смотрите программу «Наше утро». Этим вторником для вас работают Алексей Римман и Екатерина Рожкова. Ну и по традиции, пока вы наливаете чай или кофе, мы начнем с интересных новостей. Свободненский пес-автолаз буквально взорвал соцсети. Дворовая собака по кличке Черныш отдыхает исключительно на крышах автомобилей. Некоторые хозяева даже не против, настолько их веселит пес с кошачьими повадками. Ну да, погреться на солнышке любят не только домашние животные, но и мы с вами очень надеемся, что погода будет хорошая. И можно будет греться как можно чаще. Ну а пока согреемся анонсом нашего выпуска. Сегодня расскажем молодым родителям, как подобрать няню-ребенку и какие обязанности она должна выполнять. Пообщаемся с начинающим возрастным блогером. Узнаем установки на день от нашего нумеролога. И послушаем астрологический прогноз. О том, какие события в этот день происходили в истории при Амуре, расскажем в рубрике «День в истории». И, конечно же, не забудем о спорте. Также спросим у амурчан, как на них сказывается изменение погоды. А теперь предлагаем ознакомиться с актуальными новостями. Наше утро вернется в эфир буквально через несколько минут. Не переключайтесь. В продолжении нашего утра перейдем к рубрике, которая уже практически стала традиционной. Это нумерология. Нумерология – наука точная и простая. Основные положения ее были сформулированы еще в VI веке до н.э. великим математиком и философом Пифагором. Великий ученый, между прочим, утверждал, что цифры обладают не только математическими свойствами, но и магическими, они могут менять судьбу человека, влиять на настроение и на удачу. А вот прав был Пифагор или нет, конечно, решать только вам. Но многие рекомендации нумерологов и правда близки к истине. Предлагаю их и посмотреть прямо сейчас. Друзья, на календаре вторник, 23 марта 2021 года. Цифра дня по нумерологии 13, сведня во всех зеленых тонах. Число удачи 4. В главных плюсах дня гибкость, дипломатия и внутреннее терпение. При этом помните, что обратная сторона дня связана с разрушительными действиями и обманными ситуациями. В этот день очень важно не попасться на уловки мошенников и также быть аккуратнее с интернет-операциями. В вопросах красоты и фитнеса уделите время спорту и физической активности. Все, что касается здоровья, берегите мышцы и суставы от растяжений. Завершая прогноз темы бизнеса и инвестиций, хотела бы сказать, что встречи и общения лучше провести в первой половине дня, а также как и наметить и запланировать презентации и прохождение интервью. Всего вам самого наилучшего. Берегите себя и до завтра. Мы продолжаем наш эфир. Хочется сказать, что просыпаться по утрам становится легче и приятнее. Почему? Потому что, во-первых, восход солнца наступает сейчас гораздо раньше, а во-вторых, на улице с каждым днем становится все теплее. Надеюсь, вы это почувствовали. И самое главное, что это почувствовали синоптики, подумали и решили, что... А почему бы нам свой самый главный праздник не отмечать в марте? И выбрали для себя прекрасную дату – День метеорологической службы. Причем не просто день, а всемирный день. Он отмечается именно сегодня, и ему исполняется 60 лет. Так что всех причастных мы поздравляем. И еще один праздник с этим связанный, но уже российский – День работников Гидрометеорологической службы России. Отмечается он в нашей стране с 2008 года, но на самом деле его история началась гораздо раньше, с 1834 года. Уже в 20 веке в стране насчитывалось около полутора тысяч метеорологических наблюдательных станций. Так что если вдруг сегодня синоптики что-то напутают с погодой, вы на них не ругайтесь, у них праздник немножко можно. А еще, кстати, сегодня отмечается День рождения выражения «Окей». Я думаю, что все им пользуются, и на самом деле никто не знает, откуда оно появилось. Ну, бытует мнение, что откуда-то оттуда, от индейцев оно нам пришло, ну и «О-о, окей», все, отмечаем праздники сегодня. Да, главное, что оно теперь задержалось у нас, и мы все им пользуемся, это хорошо. А вот какие события происходили в этот день в истории Амурской области, узнаем из рубрики «День в истории». Студенты и работники администрации Благовещенска поддержали акцию «Час земли». На центральной площади города выложили свечи в форме ели. Дерево символизировало защиту лесов. На здании городской администрации на час отключили подсветку. Чтобы не замерзнуть на улице, собравшиеся играли и призывали прохожих защищать природу. Эстафету Победы встретили в Преамурье. Она проходила по двум маршрутам из Белорусского Бреста и Мурманска. Праздничные мероприятия, связанные с этим событием, в амурских селах и городах проводили в течение недели. Первыми эстафету встретили жители Архары. 30 марта пограничники Сковородина передали ее коллегам из Забайкальского края. В 2018-м на парковке одного из Благовещенских торговых центров взорвались несколько десятков газовых баллонов. На месте происшествия вспыхнул пожар, который в течение часа ликвидировали огнеборцы. Возгорание произошло в 18.20. Люди не пострадали. Припаркованные рядом авто огнеборцам удалось защитить. В передвижном рентген-кабинете бесплатно сделали флюорографию почти 300 человек. Традиционная акция прошла в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта. Ее цель – выявить туберкулез и болезни легких на ранней стадии, когда симптомы заболевания не проявляются и диагностика болезней затруднительна. В Благовещенске подвели итоги выставки «От винтажа до наших дней». 45 амурских мастеров представили более 250 украшений ручной работы. Первое место досталось Берестяных дел мастеру Борису Серикову. Он презентовал ажурное жерелье из дерева. На закрытии экспозиции выступил саксофонист, а лауреатам и победителю вручили дипломы. И раз уж сегодня всемирный метеорологический день, то предлагаю поговорить о погоде. И не просто о погоде, а о таком явлении, как метеозависимость. Ведь есть люди, у которых на плохую погоду начинают болеть спина, ломить суставы и так далее и тому подобное. Я вот не знаю, есть ли объяснение это с медицинской точки зрения, но факт остается фактом. Поэтому мы решили узнать, много ли в Благовещенске метеозависимых людей. Вот с этим вопросом мы вышли на улицу города. Ответ предлагаю послушать. Не, сильно не зависит у меня как-то. Практически, да, практически ничего. Ну, голова так маленько, маленько может. Как сказать, атмосфера немножечко не для нас, значит, уже пошло плохо. Давление, себя плохо чувствуешь. Но настроение не меняется. У меня гипертония, поэтому, как только начинает погода меняться, значит, давление поднимается, голова тяжелая, сильно зависит. Ну, любая погода меня качает. Не могу. Ушел, ушел, упал. Ну, что делаешь? Да нет, такого нет. Сейчас просто настроение, конечно, улучшилось, весна наступила. Ну, у меня после этого вируса сильно болят мышцы коленей, и все-все болит. У меня нормально, спокойно. По смене погоды вообще без разницы. Как погода испортилась, голова ничего не будет. И на смену погоды. Вообще вот было это, вообще все скрутило. Ну, вроде как, что возрастное, что было, то и будет, но от погоды не зависит. Сегодня в эфире мы много говорим о погоде. Эта тема всегда волнует людей, особенно если происходят редкие метеорологические явления. Так, на прошлой неделе влияние монгольского циклона почувствовали на себе наши китайские соседи. Северо-восточную часть Китая накрыла песчаная буря, и, как сказали синоптики, она была самая мощная за последние 10 лет. Радует, что это явление обошло Амурскую область, и мы надеемся, что весна в этом году будет благосклонна к амурчанам и подарит много солнечных дней. Чего ждать сегодня, узнаем из рубрики «Прогноз погоды». Мы вновь вернулись в студию и в ближайшее время посвятим теме воспитания детей. Вообще для родителей очень важно найти хорошего специалиста, который вовремя сможет прийти на помощь маме. Как найти такого помощника и какими компетенциями он должен обладать, узнаем из рубрики «Ой, мамочки». Работа, домашние хлопоты и воспитание детей. Успешно справляться с этими обязанностями многим мамам бывает очень непросто. Кто-то просит о помощи бабушек, а кому-то приходится искать профессионального помощника для воспитания малыша. В сегодняшнем видео мы решили разобраться, как найти идеальную няню и построить с ней отношения. Поиск. Шаг первый. Начните с рекомендаций. На сегодняшний день существует множество ресурсов, с помощью которых любая семья может найти няню для своего ребенка, кадровое агентство, специальные сайты и соцсети. Но, пожалуй, в правдивости ни одного из них нельзя быть на 100% уверенными. Поэтому начните поиск со знакомых. Возможно, кто-то сможет порекомендовать вам няню по своему личному опыту. При поиске няни с помощью сайтов и агентств обращайтесь только к проверенным источникам. Шаг второй. Определите свои пожелания. Чтобы сделать поиск максимально быстрым, определите для себя качества и навыки, какими должна обладать няня. От этого зависит и стоимость ее услуг. Родителям важно понимать, чем профессиональнее няня и чем больше требований к ней вы выдвигаете, тем дороже будет стоить ее работа. Также учитывайте это, если вам будут предлагать профессионала за скромную зарплату. Собеседование. На этом этапе вам необходимо за короткий промежуток времени определить, подходит ли кандидат на роль няни. Для этого важно заранее подготовить список интересующих вопросов. И самое главное, не стесняться их задавать. Спросите, каковы будут действия няни, если в вашем отсутствии ребенок попадет в критическую ситуацию, например, подавится или потеряет сознание. Поинтересуйтесь методами воспитания. Возможно, они совершенно отличаются от ваших. Очень важно также сразу уточнить, есть ли у няни вредные привычки и какие-либо заболевания. Идеально, если няня пройдет медицинское обследование за ваш счет или хотя бы предоставит медкнижку. После обследования изучите отзывы о няне и проверьте, нет ли ее в черных списках в интернете. Встреча с ребенком. Пригласите няню на несколько часов и посмотрите, сможет ли она найти подход именно к вашему малышу и как они будут между собой общаться. Если все проходит нормально, вы можете отлучиться ненадолго, чтобы понять, будет ли все так же гладко, когда малыш останется с няней наедине. После встречи обязательно поинтересуйтесь у ребенка, комфортно ли ему было рядом с этим человеком. Или если малыш еще не умеет говорить, понаблюдайте, не изменилось ли его поведение. Выстраиваем отношения. Очень важно составить список задач, которые няня должна будет выполнять. Постарайтесь максимально точно объяснить свои требования и продемонстрируйте сами, как и что должно быть выполнено. Необходимо также определить степень допустимой близости с ребенком, ведь няня является помощницей мамы, но никак не ее заменой. Это очень важно, ведь иногда слишком хорошо тоже плохо. И тогда ревности и постоянных сравнений между мамой и няней со стороны ребенка не избежать. Надеемся, это видео было для вас полезным. Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Эфир Амурского областного продолжит выпуск новостей. О самых актуальных событиях из жизни при Амуре расскажут наши коллеги и корреспонденты информационной службы. Встретимся в этой студии через 10 минут. В астрологическом календаре началось время овнов. Кстати, между прочим, недавно прочитал, что мужчины-овны очень хорошие мастера по дому. А вот что касается женщин, то они хорошие собеседницы, но и те, и другие обладают вспыльчивым и взрывным характером. Поэтому важно найти к овнам особенный подход. Это мы, конечно, не про всех говорим, но статистика, по крайней мере, такая. А что ждет вообще сегодня другие знаки зодиака, узнаем из гороскопа. Овны. Сегодня придется заниматься деньгами и переводами. Условия для всего этого возникнут самые благоприятные. Не робейте. Удачно пройдут мероприятия, связанные с оформлением наследства. Тельцы. Активный день ждет вас. Масса встреч и ярких знакомств. Вот к чему заранее и внутренне подготовьтесь. Главное, не суетитесь и не поддавайтесь на авантюры. Близнецы. Вам придется соблюдать дистанцию в процессе общения с новыми и давними друзьями. С коллегами ведите себя культурнее. Не критикуйте без причины. Возможны ссоры на ровном месте. Раки. Звезды обещают удивительный во всех смыслах день. Ничто не угрожает финансовому положению и личной жизни. Возможно, перспективное предложение. Но перед тем, как дать согласие, все тщательно проверьте. Львы. Сегодня не стоит бояться нагрузок. Активный спорт, пробежка и закаливание. Не исключены выгодные сделки, но рисковать больше положенного не стоит. Одиноким людям повезет в личной жизни. Девы. Вас ждет череда предприятий и событий, которые запомнятся надолго. Новые люди станут настоящими друзьями, поэтому смело заводите знакомства. Энергетические запасы позволят реализовать все. Весы. Позитивный и знаменательный день, но при условии, что не пропустите ни одного совета и взгляда, брошенного в вашу сторону. Семейные должны быть внимательны на дороге. Скорпионы. Сегодня захочется вывернуть душу наизнанку, откровенничать и притягивать к себе новых людей. Будьте осторожны. Нельзя раскрывать то, что пока лежит в глубине сознания. Творческие проекты помогут укрепить материальное положение. Стрельцы. Мужчина-стрелец в этот день будет необычайно притягательен и обаятельен. Представительницам прекрасного пола следует позаботиться о профессиональном положении. Возможны выгодные знакомства. Козероги. Благоприятный день для отдыха и финансов. Вы можете выиграть миллион, только азарт должен быть строго дозирован. Старайтесь пополнять не только знания, но и организм витаминами. Водолей. Звезды предсказывают удачный день, если не лениться и помогать людям. Благородство должно идти от сердца, поэтому от искусственности откажитесь. Рыбы. День сложный в плане здоровья и финансового положения. Нужно быть бдительнее повсюду, чтобы не попасть в трудную ситуацию. Не исключены травмы, потери и расставания. От крупных мероприятий откажитесь. 16 амурчанок старше 50 лет получили сертификаты блогеров. Женщины Амурской области успешно прошли курсы по контент-менеджменту и получили сертификаты в Амурском центре, опережающей профессиональной подготовке. И сегодня у нас в студии выпускница этого курса Галина Савельева. Доброе утро. Доброе утро. Галина, расскажите, это была личная инициатива пройти обучение? Или все-таки, на ваш взгляд, это временем сейчас обусловлено, развитием интернет, пространства? Вы знаете, мне приходят на память слова Януша Вишнецкого. Он сказал, что интернету надо поклоняться как воде и огню, потому что это гениальное изобретение человечества. Ну а как можно быть в стороне от гениального изобретения человечества? И, в общем-то, интернет – это сейчас и место, где можно узнать международные новости, можно работать, можно приобрести друзей по интересу, можно общаться, можно решать какие-то государственные вопросы через мобильный интернет. А вот до этого вы пользовались интернетом? Да, соцсетями, Инстаграм. То есть до прохождения курса у вас уже была своя страничка в Инстаграме? Была страничка в Инстаграме и в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. А какой наполнение? Даже Твиттер был, ничего себе. А какое наполнение страницы? То есть это просто какие-то личные истории? Это личные истории, события. Да, блога у меня не было. Не было? Но я так понимаю, после прохождения курса что-то появилось? Пока не появилось, я размышляю над тем, какую нишу я могу занять. И между чем пока выбираете? Поскольку по образованию я историк, поэтому вот что-нибудь связанное с историей. Ну это будет интересно. Вообще на самом деле интересно, но я думаю, что вам тоже на курсе рассказывали, что интересен блог, когда он конкретно о чем-то, поэтому желаем вам миллион подписчиков. Мы на курсах встречались с блогером Надеждой Кондратенко. У нее 47 тысяч подписчиков в нашем Благовещенске. И она ведет свой блог, посвященный здоровому питанию, косметологии, физическим упражнениям. Вот, было очень интересно. И после общения вот с таким интересным человеком у некоторых наших слушателей появилась идея создания своих блогов. В частности, о взаимоотношениях старшего поколения с младшим и кулинарных блогов. То есть по интересам, да? По интересам. К тому, что больше ближе. Да, да, да. Вот, возвращаясь к курсам, хотелось бы узнать, как вы о них узнали? Я состою в общественной организации «Серебряные волонтеры». И вот оттуда. То есть вам? Нам приглашение. Да, было приглашение пройти вот такие курсы. А трудно ли давались курсы? Ну вот мы понимаем, что у вас было и до этого огромное количество социальных сетей. То есть вы, скорее всего, продвинутый юзер, как это можно говорить. А что касается других участниц, да, как нам удалось выяснить за эфиром, только женщины пошли на этот курс. Многим было трудно постигать социальные сети? Дело в том, что там собрались в основном, ну, само понятие «серебряные волонтеры» – люди серебряного возраста. И среди нас были такие, которые уже работали в соцсетях, и те, кому внуки подарили смартфоны на Новый год. Подарок по елочку. И вот мы, собравшись все вместе, тем не менее этот курс усвоили благодаря нашим преподавателям Николаю Конопле и Алене Пашинцевой. Преподаватели, о чем конкретно говорили, о чем рассказывали? Это были лекции с практической направленностью. Они нам рассказывали о тех возможностях, которые имеют разные приложения. Ну и помогали нам освоить эти приложения. «Канва», «Иншот», «Литру». А до этого пользователи с приложениями? Нет, вот это… Впервые узнали о них? Да, да, да. Так, ну, по поводу того, что много нового узнали на курсе, это определенно 100% понятно. Но смотрите, у любого курса есть экзамены. И на вашем курсе подобного рода… 28 часов мы прослушали теории и практики, и затем мы должны были в последний день сдать зачет. А как он выглядел? Как он выглядел? Это была практическая работа. Мы должны были, используя те знания и навыки, выполнить задание. Оно состояло в том, что мы должны были создать видеооткрытку. Нужно посмотреть там данные. Да, у нас такой небольшой такой вот гайд даже выдали участницам данного курса, ученицам. Да, и нужно было, вот как мы здесь видим, создать видеооткрытку к 8 марта. Да, да, да. Все справились с заданием? Абсолютно все, потому что мы должны были создать эту открытку, следуя по определенным этапам. Ну и затем отправить на страничку вот организации этой. Мы знаем, что вы не просто картинку, да, как-то оформили красиво, вы создали целое видео. Ну, поскольку нас научили, все должны были видео создать. А, все должны были, да? Да, да, да. Что еще нового вам удалось узнать или, может быть, открыть для себя, какие-то новые возможности, пройдя данный курс обучения? Ну, во-первых, общение с людьми очень интересными. Вот. Ну и, конечно же, и видеосюжеты, и форматировать там снимки, дальше текст, написание текста. Это все нам рассказывали. Причем в такой доступной форме, поскольку мы все собрались, девушки серебряного возраста, определенные когнитивные процессы уже, скажем так, нивелировались. И поэтому, в общем-то, все было очень доступно, очень понятно. И наши преподаватели обладали настолько большим терпением и выдержкой, что отвечали по нескольку раз, можно сказать, десятку раз на один и тот же вопрос. Но в любом случае, я так понимаю, что вы сейчас несколько иначе стали смотреть на молодежь, которые долго залипают в телефоне, потому что вы понимаете, что контент создается огромным трудом. Это не так легко. Да, да, да. И мы теперь даже ближе стали к молодежи. Мы понимаем ее и отчасти прониклись их интересами. Это хорошо. А что касается социальной сети ТикТок, вот вы нам еще признали, что появились вы и там теперь. Теперь и там, но я только смотрю. Ну, нравится? Да, конечно. Конечно, там столько полезной информации. Вот вы говорите, навыки писать тексты вас научили. А много ли людей, много ли участников этого курса захотят завести именно информационные страницы? Потому что для личных страниц, думаю, что текст не особо такая, самая составляющая. Да, да, да. Я говорила уже в начале нашего разговора о том, что две слушательницы сказали о том, что они будут вести свои блоги. Первая пришла, уже вела свой блог, но у нее была проблема, она кулинар, и у нее была проблема. Ей первоначально нужно было показать свое изделие, к чему придем в течение времени приготовления. И она просто не могла монтировать видео. Там она научилась, и, в общем-то, я так полагаю, что у нее все будет хорошо. А как родные отреагировали на то, что вы отправились на данный курс, то, что вы его прошли? Есть какие-то изменения? Положительно. Все отлично. То есть не отговаривали, зачем вам это нужно? Нет, 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 не отговаривали. Ну, одни плюсы и только польза, исходя из этого разговора. И вот мы даже, что видим, у вас сертификат есть, мы, может быть, его тоже продемонстрируем. Я еще что хочу сказать. Наша группа была первой в, скажем так, в освоении вот этого познавательного пространства. Но я так думаю, не последняя. И мы, вот с моей точки зрения, такие курсы нужно проводить. То есть центр дал, да, старт? Да, дал старт. И я думаю, что финиша не должно быть. Ну да, социальные сети так развиваются, поэтому требуем повышения квалификации для блогеров, которых только недавно уже, можно сказать, выпустили. Но с течением времени нужно будет обучаться чему-то новому. И это хорошо, что люди вашего возраста обучаются и познают такие современные интересные социальные сети. Вот вы сказали, что вы историк, да? Что вы конкретно хотите на странице своей публиковать интересного? Чего будут касаться эти факты исторические? Амурская область или чего-то другого? Может быть, это будут какие-то исторические личности. Может быть, это будут исторические личности в контексте краеведения. Ну, в общем-то, я еще по большому счету не определилась. Ищите себя пока. Да, может быть, это какие-то проблемы, возникающие у выпускников при подготовке к экзаменам по истории. Может быть, это направление. Дело в том, что, занимаясь блогом, нужно очень много времени ему посвящать. Вот. Ну, поскольку времени сейчас не особо много, я еще с этой нижней определяюсь. А вот что касается поиска, последний вопрос. Вас сложно найти в Инстаграме? Какой у вас ник? Что нужно ввести в поисковой строке, чтобы найти вашу страницу? Галина Савельева. И аватарчик, фотография, все есть, как полагается. Все есть. Ну, в таком случае подписывайтесь, скоро появится новый контент. Галина, большое спасибо вам за то, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо. Новых вам познаний, социальных сетей. Удачи, да, в освоении социальных сетей. И вам спасибо, что пригласили. Я имела возможность с телеэкрана рассказать о том положительном опыте, который имеет центр. Спасибо вам большое. Еще раз хорошего продолжения дня. Ну, а мы в продолжении нашего эфира поговорим о теплой погоде. Кстати, при которой очень хорошо было бы выходить на улицу и бегать. Я думаю, что многие уже заступили на утренние пробежки. И вообще тему спорта я предлагаю продолжить в рамках нашей программы область спорта продолжить наш эфир. Здравствуйте. В эфире область спорта. Вас приветствует Алексей Шевченко. В Преамурье прошел первый после частичного снятия ограничений из-за пандемии коронавируса областной фестиваль ГТО. Его приурочили к празднованию 90-й годовщины всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Фестиваль получился рекордным по числу участников. Почти 300 приверженцев спортивного образа жизни из 24 муниципалитетов области. Спортсмены от 9 до 59 лет проходили тестирование норм ГТО по прыжкам в длину, подтягиванию, наклоном вперед из положения стоя, отжиманиям и упражнениям на пресс. А в бассейне прошли соревнования по плаванию. В них приняли участие представители 15 муниципалитетов. Еще один особый зачет фестиваля касался семейных команд ГТО. Их выставили 5 городов и районов Преамурья. 22 медали разного достоинства завоевали амурские спортсмены в Хабаровске на чемпионате и первенстве ДФО по шинке, укушенка и карате. Все призеры вошли в состав сборной округа, который отправится на общероссийские состязания в Москву. Свои команды на дальневосточный турнир по шинке, укушенка и карате представили федерации Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, а также Еврейской автономной и Амурской областей. На татами вышли более 350 спортсменов, в том числе 50 амурских из Благовещенска, Свободного и Белогорска. По итогам боев амурчане завоевали 10 золотых, 2 серебряных и 9 бронзовых медалей, обойдя остальные сборные в общекомандном зачете. Амурские дзюдоисты успешно выступили на первенстве ДФО в Благовещенске. Юноши взяли первое общекомандное место, а девушки стали вторыми. В первенстве Дальневосточного округа участвовали более 100 дзюдоистов из 8 регионов ДФО. В первый день они состязались в дисциплине катта-группа, которая предусматривает не только поединки по правилам олимпийского дзюдо, но и демонстрацию техники. В первом разделе амурчане завоевали общекомандную победу и 14 медалей, во втором стали обладателями серебра. В рамках турнира «Юный амурец» наши спортсмены взяли еще 2 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. В Благовещенске состоялся первый после годичного перерыва детский шахматный турнир. В нем приняли участие 20 ребят от 12 до 19 лет. Шахматные баталии прошли в зале модельной молодежной библиотеки имени Чехова. Поединки претендентов на титул чемпиона проходили в 7 туров. По итогам интеллектуальных сражений у юношей наибольшее количество баллов 5,5 набрал Вадим Петровский. У девушек лидировала Полина Конова, выигравшая все партии. Она же стала и абсолютным победителем первенства. Благовещенские пловцы взяли первое общекомандное место на первенстве Амурской области, которое состоялось в Белогорске. В рамках первенства спортсмены соревновались в личных и командных зачетах, в различных стилях плавания и на разные дистанции от 50 до 1500 метров. Спор за медали и памятные подарки, которые предоставила администрация Белогорска, вели 80 парней и девушек от 14 до 16 лет. По итогам заплывов практически все золото турнира взяли благовещенцы. Второе общекомандное место у пловцов из Деи, третье у представителей Тынды. Ну что ж, наша утренняя программа подошла к концу. И, кстати, на улице уже достаточно потеплело, поэтому мы пойдем прогуляемся. Мы пойдем прогуляемся и желаем вам сделать то же самое. Хорошего вам настроения, дорогие друзья, на весь рабочий день. В студии для вас работал Алексей Римман и Екатерина Рожкова. Берегите себя и до новых встреч. Пока! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!